Добрейшего времени суток, на связи Антиквар. Продолжаем играть в Демиургов 2. Проходим компанию Кинетов. Этот ролик я записываю после изрядного недельного перерыва с момента последнего включения игры. Этот перерыв был связан с моими матримониальными мероприятиями, но постоянные зрители канала в курсе. Я же не буду останавливаться на этом более подробно. Но к чему я это все веду? К тому, что все, что я знал про Демиургов, я не то чтобы совсем позабыл, но, конечно, навык несколько был утрачен. Опять-таки, мы имеем дело с не самыми простыми Кинетами. Ну что же, мы продолжаем играть третью миссию компании Кинетов. И не знаю, сколько мы по хронометражу этой миссии прошли, уже сколько осталось за плечами. Прямо сейчас мы вступаем в дело с противоборством с двумя предателями. Кинетами, которые входили в совет 16. Нашей героине Мирабель нужно победить Милиценту. Ну, на первый взгляд, ничего сложного нет. Она является специалистом по ламе. Ламе и грабителе. Да, любая ламе под управлением героя имеет шанс выбить одно заклинание из руки противника при успешном ударе по нему. Колоду я немножко до начала записи видео перебрал, добавил чуть больше в нее гиберлинов. Ну все, поехали. Ламе и дорогие, да? Надо полагать, что у Милиценты будет что-то помимо этих знойных боевых дамочек. Ну у меня и свои лами имеются на всякий случай. Может быть я вот думаю напасть использовать для начала. Нормально, три карты улетела в сброс у нашей противницы. Ну и начинаем гиберлинов вызывать. Первая шайка пошла, но она пропускает ходы. Все дело в том, что игра за лами имеет много плюсов, но есть и серьезный минус. Дорогие эти создания, да? Поэтому в первые раунды часто ты стоишь и просто куришь. Так, ну вот есть у нее туман, да? Который не позволяет нам атаковать. Есть голод. Будет она еще и раскастовываться. Ну мы давайте пару стенок призовем тоже. Наверное это не будет лишним. И отправляем две выжившие шайки гиберлинов в атаку. Специализация у нас, как называлось-то, неутомимость гиберлинов. Отлично. Этот парень не будет отдыхать, а вот второй присядет. Карты, которые позволяют бороться с ленью, пока мне не зашли. Ну ничего, все впереди. Стена ветра. Пять единиц эфира летает телохранитель. Не может атаковать эфирная сила. За х единиц эфира сила этой стены ветра увеличивается на х до конца хода. Слушайте, ну это промежуточная стенка, да? Между вот этой вот нашей стеной бризой и вот какая у нас еще есть красная, как ты называешь-то? Стена силы. Это такой промежуточный вариант. Так, ну ладно, мы гиберлина опять-таки отправляем в атаку. Еще минус карта из руки нашей оппонентши. Ну и там на самом деле уже осталось десяточка жизней. Не сказать, что этого очень много. Ламия пошла. А гиберлины присели, да? Ну ладно, ничего страшного. Это, видимо, как раз эфирная сила, да? У нее 7-9 стало, а было 0-9. Ну ладно, мы ламию нашу, пожалуй, призовем 8-7. А проблема в чем? То, что стена ветра может блокировать нашу ламию-повелительницу. Жизнь не хватает, да? Нам не хватает как раз единички урона. Ну ладно, ничего страшного. Ламия колдунья. Ну, с тобой мы знаем, как бороться. Голод и все. И никаких проблем. Так, ну это братство ламии. Принудительный отдых позволяет вернуть ламию из могильника в русу. То есть колдунью она вернула, но не вызвала, да, на поле боя. Так, сбрасывай чары, если у тебя есть. Ну, однако эта чара была. Так, ладно, стоим ждем. Нам бы, конечно, поднять наших гиберлинов, но вот не приходит нам нужная карта. Хоть ты плачь. Наши ребятки как присели, так и сидят. Так мы и до эфирного возмущения, да, дотянем в какой-то момент. Ну вот, наконец-то дух войны приходит. Давненько я его ожидал. Ну и погнали. Принудительный отдых владелец получает одно заклинание. Ну, одно получил, одно сбросил. Много ламий на призывал, куча заклинаний в руке. Так, давай-ка мы тебя отправим отдыхать. Ну и тут в атаку пойдем. Слушайте, ну на следующий раунд я по идее выигрываю. Конечно, там может быть какой-нибудь туман, но это, в общем, только отсручит. Неизбежный конец, да? Отправляет в атаку. Нет, слушайте, как-то вот тут, наверное, не так я сделал. Давайте мы вот так сделаем. Задействуем еще вот эту стеночку. Ну и наша ламия кого-нибудь убьет. Например, ламию монахи, ну почему бы и нет. Ну, понятно, мы там стенку потеряли, но это, в общем, без разницы. Тут дело-то в том, что они просто гиберлина нашего не смогут заблочить, да и все. Так, нет, тебя давай вернем. Смысл в том, что пойдешь куда-то не малейшего. Тебя, пожалуй, заберем голодом и тебя на всяких ночи, чтобы у ламии и монахини была какая-то работа. Ну нет, там никакого тумана нет, поэтому мы просто добиваем предательницу кинетку и заканчиваем этот поединок. С первой попытки спокойно, легко, бодро и весело. А как наш приятель Доминициус себя проявит? Пятый уровень у него всего лишь, да? У нас уже какой? Восьмой там у нас легкой. Хартвик седьмой уровень. Ну посмотрим, что тут будет. 200 опыта мы заработали. Доминициус дюжил. Они стремились к власти, а вернулись в небытие. Таков удел идущих путями лжи. Теперь поспеши в торговый район, благородный Мирабель. Он расположен на юго-востоке от столицы. Нам нужно наладить связь с благородной Ринальдой и другими членами Совета. Я же пока отправлюсь в храм порядка. Уповаю на мудрость ученых мужей, служителей храма. У меня тут внезапно оказалось активировано ускоренное передвижение. Я даже не помню, что я там неделю назад такого делал. В ускоренном передвижении, ладно, не важно. Так, юго-восток, да, карты. То есть вот здесь. А как сюда попасть? Сюда мы пройти не можем. Давайте мы осмотримся, нет ли здесь какой-нибудь ловчонки, магазинчика, ну или прочей торговой точке, где бы мы смогли реализовать некоторое количество ресурсов, которые у нас имеются. Количество ресурсов изрядное надо отметить. Так, видимо нам через пристань придется играть. Получается так. Ну погнали смотреть, что тут впереди. Так, и мы можем же только сюда, да, проплыть. Здесь все затянуто льдом, то есть мы можем двигаться только в этом направлении. По какому-то очень узкому руслу, я даже не знаю, канала, что это такое. Залив какой-то, сложно сказать, да. А тут вот эта вот водная ниточка уходит куда-то на север, учитывая, что нам нужно на юго-восток, конечно, это выглядит занятно. Ну ладно, давайте маяк посетим. Зачем он здесь нужен, уже понятно. Мы видим, что впереди бледная ржа, которая будет из нас тянуть опыт, а маяк позволит нам быстрее преодолевать эту преграду не самую приятную. Так, стена силы. Вот такая вот фривольно одетая барышня нам будет противостоять. 28 здоровья, 6 уровень. Гнев ветров. Любая воздушная стена под управлением героя имеет шанс в конце пазы боя убить атакующее создание, которое она блокировала. Так. Нужно ли мне здесь что-то выдумывать или прям этой колодой и пойти? Может вообще лами убрать? Че она у меня там одна болтается? Слушайте, конечно, я долго ждал дух войны. У меня одна такая карта. Надо вот дух войны лучше закинуть. И мне кажется, это существенно ускорит наше продвижение. По крайней мере, этот бой точно должен ускорить. Может быть дать две мощи, да и все. Еще одна лами есть, да? Две оказывается лами и болталась. Так. Вообще через гиберлинов вот так сыграть. Нужны ли нам вот эти карты? Не знаю, не уверен. Разрушитель чар. Возможно. Пока сложно судить. Ну. Ну просто воровать карты. Я даже не знаю у стенки, че она там нам может сделать, к большому счету. Продружить ли чар? На всякий пожарный возьмем. Мало ли. Ну, наверное, как-то так, да? Да. Погнали. Стена, воздух. Ну, ожидаемая история. Прямо скажем. Ничем нас не удивила пока наша противница. Враждебное окружение, да? Отдыхающими все входят в игру. Так. Ну, погнали. Потихонечку с тобой бороться. Туман есть. Там уже еще и голод может быть, да? В теории. Об этом тоже нужно помнить. Причем, если наши гиберлины входят в игру уже отдыхающими, то они ведь и не будут подниматься. Они же лентяи, как мы знаем. А че я не повесил сейчас разрушительный чар? Никто не знает. Ну, че-то вот нет привычки, да? Использовать это заклинание. Давай сейчас повесим. Видите, он как сидел, так и сидит. Нехороший такой товарищ. Ленится. Что тут скажешь? Ну и вот сняли мы заклинание. Ну да, она нам похоже сделать ничего не сможет. Просто если у нее одни стенки, то тут как бы финал один и он близок, скажем так. Ну вот прям вот в этом раунде финал и должен настичь эту стеночку. Да, гиберлины, конечно, очень хороши. Имба не имба. Тут уж, я думаю, каждый для себя решит. Но вот такими колодами их, конечно, не законтрить. Здесь стеночки можно только посочувствовать. Стена ветра, между тем. Три штуки нам заходят. Теперь у нас и такие карты есть еще в руке. 500 опыта. Я получил новую специализацию лами и грабители. У нее же не было лами. Друзья мои, а вот специалисты по демюргам 2, вы мне можете вот это пояснить, вот этот момент? Я думал, что мне в бою могут дать только специализацию, которая была использована. Нет? Ну лами и грабители это круто. Мы так-то через лами и можем отыгрывать. Занятно. Я вот сейчас удивлен. Честное слово. Так, ну что? Погнали, да, мы в бледную ржу. Как бы нам этого не хотелось, но что поделать. Немножко замерзшего пламени. Здесь еще есть травка. Тоже хорошо. Я помню, что в этой бледной рже очень плохо было видно камни, да? То есть, вот этот вот второй ресурс. Травка и замерзшее пламя еще как-то смотрятся, проявляются, а вот с ним прям была беда-беда. Так, элементаль воздуха, гнев ветров. Так, я понял. Элементаль, я с ними сталкивался во время прохождения кампании из-за кинетов, но я, если честно, уже не помню, в чем специфика, потому как проблем они мне не доставили. Газы, как вы понимаете, не давали просчета и поблажки оппонентам. Как вы можете слышать, у меня голос еще после моего отдыха не очень в порядке, поэтому не знаю, сколько будут сегодняшние серверы длиться. Ну, не хотелось бы, конечно, чтобы она была очень короткая, но постараюсь, постараюсь позаписывать до того момента, когда это будет возможно. Так, голод. Вот чего у элементалей больше, атаки или защиты? Не знаю. Давайте прям, наверное, этой колодой нападем и там поглядим уже, как чего. Что уровень 25 здоровья. Красиво выглядит элементаль, мне нравится. Стилистика, как он изображен. Взял гиберлина мне в руку, запихал обратно при помощи развоплощения. Говорит, у меня, мол, много подобных карт. Так, все, да? Кончились? Ладно. Кончились, значит, кончились. Так, давай-ка мы вот это на тебя сразу кинем. Ну и пойдем семерочку срежет наша шайка. Банда. Гиберлинов. Главное, что стенки-то ему, конечно, не помогают в этом бою. Тут вот есть у него некоторая проблема, скажем так. Давайте еще и разрушители чар на гиберлинов, на этих навесим. То есть они у меня прям имбовые, ребята. Имбалансные. Ну да, тут, в общем, все печально для нашего оппонента, прямо скажем. То есть он очевидно, что законтрить нас не может. Но это его проблема. Вот мы дождались и элементаля воздуха. 3-6. Неутомимый, неблокируемый. Так-то все прикольно, да? Но есть проблема. 7 эфира он стоит. То есть пока ты его дождешься. В общем-то ловить здесь особенно будет нечего. Ну и вот эта картина является яркой иллюстрацией моих слов. То есть элементаль банально отъехал быстро и без вариантов. Нам дают одного элементаля воздуха. Ну, не знаю, насколько он нам опять-таки нужен. Далее и далее. С другой стороны. Высадиться мы здесь, естественно, не можем. Высаживаться в демиургах можно только на пристань. Так. Ворота. А нам ключи чего-то давали. Рунная преграда. Южный путь. Преграда может быть удалена при помощи соответствующего ключа. Он у нас есть. Да, и друзья мои, я помню, что у меня лежит заготовка артефакта под голод. Но там мутные условия, да, призвать одно существо и голодом убить там не менее пяти существ. В общем, я заморачиваться не буду с вашего позволения. Ну, как-то не лежит у меня душа к изготовлению артефактов. Тем более, что прошлые мои попытки сделать артефакт ни к чему путному не приводили. Получались такие, знаете, жалкие поделки ремесленника. Ну, как-то не очень мне улыбается тратить много сил, много вашего времени и внимания и получать на выходе пшик. Призрак-жнец. Что-что за специализация? Стальная кожа. Стальную кожу я бы хотел себе. Так, призрак-жнец. Поборем мы его такой колодой. Есть стеночки, да. Давайте еще одну стеночку возьмем. Вот эту новую, которую нам дали. Вот сюда. А может и двух. А может и две такие стеночки, да. Ну да. И попробуем. Призраки тоже мне уже встречались ранее. Не помню прям в каких кампаниях. Точно не скажу. Но создания-то, в общем, довольно-таки мерзкие. Давайте мы чары уберем. Вот эти вот. Они нам как бы ни к чему. Поднимем наших парней и отправим в атаку. Так, что ты умеешь? Первый удар. Вампир агрессивный. Регенерация. 3-1. Вампир агрессивный и регенерация. Так. На тебя и блокировать-то нечем. Ну ладно, выпил немножко у нас в жизни. А вот теперь мне ищем тебя блокировать. Да, стеночка ветров. Хорошо. Правда, тут еще полетит. Вампир и регенерация. Боевой дух. Призраков. Сила и здоровья всех призраков. Войнов увеличивается на один. Угу. Стальная кожа. 3 из 4. Да ладно. Серьезно? Это занятно. Так, а что я не блокировал-то? Сейчас. Ну вот. Что-то не блокировал. Так, ладно. Пойдем. Пойдем еще сходим. Задумался. Отвлекся, так сказать. Ну и вот он результат. Слушайте, ну похоже, что ему тут ловить-то особенно нечего. Я его гиберлинами-то сейчас просто затыкаю, да и все. Ну да, вот он призывает еще этих ребят. Ну и что? А мы можем его же еще и забрать. А, не можем, да? Сколько у него регенерация? Три. Слушай, так можем же. Правильно. Как это у нас называется? Эфирная сила. Сейчас мы ее накладываем. Делаем плюс 3 атаку. Три. Да, все. Минус призрак. Отлично. Легчайшая история. Так, вы пошли вперед. Ты решил что-то посидеть, да? Давай тоже иди вперед. Ну вот. Призрак кончился. Не, слушайте, ну как-то, конечно, с такой колодой я даже и не знаю. Не, ну я уверен, сейчас нам создатели этой игры подкинут что-нибудь интересное, где гиберлинами будет не пробиться. Только к гадалке не ходи. Придрак-жнец, придрак-жнец, придрак-воин, да? Три жнеца, два воина. Ну вот, какая-то новинка. Ну посмотрим, куда их можно ли будет куда-то прикрутить. От гиберлинов отказываться, честно, не очень хочется. А вот и камни, да, о чем я и говорил. Вот эти вот ресурсы, которые так легко в бледной этой истории пропустить. Еще один маяк. Давайте обновим. И его действия. А это что за синтетская отметина на нашей земле? Синтетская отметина на нашей земле. Стена кинжалов. Стена кинжалов. Стена подразумевает, что... Будет блокировать, да, а не меня бить. Хотя... Я просто думаю, над тем, имеет ли смысл мне поставить... Призраков-воинов, но их вместо кого ставить? Ну, предположим, можно сделать вот так, да? Скажем. Давайте попробуем. Какой-то вот такой вариант. То есть у нас немножко стеночек останется. И призраки-воины появятся. Ну, воины. Там один жрец. В общем, сможем сейчас как-то миксовать эту историю. Так. Неплохо. Ворвались, ударили. Что мы еще хотим? Призрак-воин. Первый удар. Вампир агрессивной регенерации. Ну, то есть... Он прям будет сразу же бодро и весело бросаться в атаку, да? Ну, ладно. Будет он вызывать таковынь? Да, вот у нас стеночка кинжалов. 2-5. Слушайте, так он мне сейчас срежет этого паренька-то. Ага. Вот я и призвал, да? Ну, ладно. То есть смысла... Ёлки-палки. Смысла в призраках-воинах здесь нету. При наличии вот этих стенок. Ну, давай стену ветра тогда мы сделаем. Так, и он на меня вешает безумие. Владелец зачарованного создания получает 2 единицы урона в конце каждого хода. И раздражение, единицу урона. То есть мне нужно вот это снять прежде всего. Можно вот так сделать и отправить его в атаку, правильно? Ну да. Ну и единичку урона я все равно буду получать. Ух ты, и токсин сильный на 3 единицы урона мне. Так. Ладненько. Понятно. То есть я получаю 3 урона до входа. А у него только одна стенка была и все? Еще токсин на меня навешивает. Так, ладно. Давай так. Отлично. Он не убрал мою шайку гиберлинов. Это прекрасно. То есть мы сможем теперь сейчас в 2 гиберлинов неплохо так подзажечь здесь. Ну так получается все, друг мой, Ситнин. Давай, до свидания. Ага. А вот и возрождение, да? А вот и специализация сработала. Понимаю. Ну и токсины меня сейчас убьют. Да, я тут уже сделать ничего не успею. Ну, я считаю, что это был выигранный мной бой, который просто вот так вот нечестно завершил наш оппонент своей специализацией сработавшей. Так, ладно, что нужно подправить? Подождите, дайте сообразить. Нам нужно снимать чары усиленно, да? То есть мне нужно снятие чара. У меня, по-моему, только одна такая карта. И мне нужно его убивать пободрее. Ну, понятно, что призраки здесь ни о чем. Они здесь банально не нужны. Есть вариант попробовать через лами, да, сыграть? Ну, неплохой, кстати, вариант мне так представляется. Вот это снятие чар мне и не нужно, по сути. Думаю, вот так мы попробуем сейчас сделать. И я полагаю, что стену пинжалов мы уработаем. Ну, вот и первое поражение было. Между тем, да, я говорил, что оппонент найдет возможность доставить нам неудобства. Да, знаете, что нужно было еще сделать? Нужно было взять карту, которая... Развоплощение, да, которое убирает в руку моих ребят. То есть я бы мог просто убрать его и слетела бы это его наложенная вот эта история. Причем снимать вот эту одну единичку мне не очень хочется, потому что мы видели, что там есть и сильные токсины, да. То есть это как бы гораздо более неприятная история. То есть бороться с единицей урона мы не будем. Вот уж точно. Ну, сейчас там лами еще на подходе. Так, забрали гиберлингчиком. Ладно, давай ламию. Давай еще одну. Этой атаковать смысла нету, она не пробьет. Так, забрал. Еще единичку урона, понимаю. Надо, наверное, снять хотя бы одну. Не уверен, что надо снимать вторую. Еднит урон. Ну, наверное, надо... Вот это-то надо убирать. Два урона это совсем неприятно, поэтому это убирать надо. Так, ладно. Сильный токсин еще может прилететь. Мы же помним, что он здесь есть, да? Но каких-то чар там не наложено, поэтому... Разрушитель чар здесь не смотрится. Регенерация наша тащит опять-таки. Мелоча приятна. Так, ламий вперед. Тебя, наверное, не нужно отправлять. А вот ты сходи, почему нет? Но здесь регенерация. Еще токсин. Поднимаем нашу шайку. И отправляем в атаку, да? Ламию смысла нет. Опять же, он отрегенерирует, да и все. А вот и сильный токсин. Вот сейчас бы мне меч пригодился, но у нас его нет. Слушайте, опять я в неприятной ситуации оказываюсь. Сейчас работает его специализация и я солью эту игру. Мне всегда вот было удивительно, почему моя кошка приходит поиграть ко мне в комнату, где я пишу летсплей, именно когда я сажусь записывать летсплей. Видимо, это связано, как вы считаете? Случайности не случайны. Пришлось ей сейчас немножко так намекнуть, что не стоит это делать так активно. В общем, комнату она покинула, но мне кажется, чуть на меня подобиделась. Так, ну ладно, подождите. Мне нужно победить. Продержусь я еще ход? Ну да, по идее я ход-то продержусь, если он ничего нового на меня не кинет. Да, он не кидает. Гиберлины. Ух, ёлки, палки, а. Да, он-то не кидает, но... В атаку-то идет только один и на одной... Не, не выживает. Слушайте, а что он не стал блокировать? Я не понял. Мне знаете, что нужно было сделать в этом бою, чтобы все было проще и быстрее? Мне нужно было взять карту, которая летающих созданий делает лентяями. Так что это у нас наводнение не летающий, а летающий это густой воздух. Да, и тогда бы его стенки просто бы очень быстро перешли в разряд лентяев, да и все. Ну, в общем, это, знаете, к вопросу о том, о чем я говорил, что навык, он утрачивается. Когда ты некоторое время не практикуешь такой специфический геймплей, как в Демиургах, то, в общем, ты какие-то довольно-таки очевидные моменты просто пропускаешь мимо себя. Так, ладно. Сенталь, что ли? Эпсилон 200ф острый. Колесники-близнецы. Ну, можно попробовать прямо на этой колоде, да, но колесники. Сейчас он ими будет спамить. Тут стенки нужны, стенок побольше. Большой колесник. Ну, ладно, будем блокировать по мере сил. Только урон все равно будем получать. Это понятно. Так, этот отъехал сразу, да? Второе рождение. Ясно. Ну, мы постараемся это дело с тебя сбивать, конечно же. Если ты мне предоставишь такую возможность. Да, вот они, колесники. Пошли дела кое-как. Так. Ну, по идее, пока... Более-менее дела ничего. Сейчас еще одна стеночка появится. Поэтому вроде как мы живем, да? Понятно, что он мне наносит урон, что колесники будут призываться. Это ясно. Но он не призывает их прям так помногу, чтобы это мне доставило прям какие-то колоссальные проблемы. Сейчас вообще только два, да, могут атаковать. Почему-то он третьим в атаку не пошел. Ну, в общем, это точно не моя проблема. Ламия воительница. Вперед, Гиберлин, вперед. Вот, в общем, по идее, мы этот бой тащим спокойно. Совершенно спокойно. Изгнание Пуламей зашло. Ну, и мои стенки стоят, просто не дают ему атаковать. Стен Пуламей и Гиберлин опять в атаку. Заберем последнюю карту в руке. Отлично. Ну, да. Здесь очень быстро мы разобрались. Можно даже ламию отправить в атаку. Одну призвать, одну отправить в атаку. Гиберлин вот так еще вызвать. Дать ему неутомимость. Ну и все. Следующий раунд для нашего оппонента будет последним. Здесь он уже не сможет нас ничем законтрить. Правильно? Ну да. Даже блокировать не будет. В общем-то, смысла в этом не было. Ну, и ламия, монахиня, заканчивают. Это сражение, морскую баталию к нашей пользе. К нашей радости. Так. Эфирный источник синтеза. Восстанавливает опыт. Мне бы вот восстановить его, да? Опыт наш потерянный. А я не могу. В том-то все и дело, что я не могу этого сделать. Так, еще немножко замерзшего пламени. Слушайте, но мне довольно-таки активно дают ресурсы. Это намекает само по себе на то, что шансы потратить их у меня будут. Должны здесь быть магазины какие-то. Стараюсь повнимательнее осматривать. Витальский глаз нагло подмегет. Берега. Думаю, где-то рядом должен быть его хозяин. Витальский глаз это вот это вот? Эфирный источник жизни. Ну, вероятно. О, как. Интересно. Маяк. Так, ну давай. Возьми. Еще раз. Мы сюда можем продвигаться? По идее, можем, да? Ну, поехали. Смотрим, что здесь интересного. Из интересного здесь королева пчел, которая охраняет... Немножко травок. Так, ну в данном случае я не прокосячусь. Так же, как в прошлый раз. Густой воздух здесь просто обязателен. Оставить ли вот это вот ламию? Может быть. Может быть и да. Может быть вообще призраков воинов добавить. У нас же есть еще канал жизни. Дает владельцу этих чар 5 единиц здоровья всякий раз, когда одно из созданий использует способность регенерации. Регенерация 3 у воинов. Но это же вместо чего-то надо делать. Ну давайте, я хочу просто какие-то и новые карты тоже потестировать. Снятие чар уберем. Маленького гиберлина уберем. И что еще сделаем? Что мы еще можем сделать? Так. Еще одного гиберлина можем убрать в принципе-то, да? И вот это поставить. У жреца регенерация двоечку стоит. Ну попробуем вот такой обновленной колодой, Малга. Поглядим, может что интересное из этого получится. Мы внесем несколько, немного разнообразия в довольно-таки унылый гиберлингский геймплей. Хотя он конечно безумно эффективен, но при этом то, что уныл, здесь спорить не будем. Ну что, густой воздух? Да, сейчас пчелки полетят, видим меня пожалят. Не будут лететь и жалить? Почему? Там кстати никто не сбивает, нет? Заклинание это наше. Давай еще одну сколдуем, чтобы стенка не улетела. Ветра. Так, все. Челка присела, подниматься видимо не будет. Так, вызвали тебя. Регенерация 3, правильно, ну и отлично. Ну и отлично. Во-первых, он вампир, то есть мы сейчас 3 единички жизни получили. Ну и не блокировали его именно в силу того, что регенерация у нас была доступна, правильно я понимаю? Или как? Ой, а сейчас же будут блокировать, да? Ага. Регенерации нет, ну и соответственно одну пчелу мы убиваем, а вторая его дает. Ну это ничего страшного. Теперь-то у нас регенерация есть, мы можем еще... Нет, этого нельзя призывать опять-таки, иначе не будет маны на регенерацию. Разрушитель чар. Можно было бы кинуть, да? Если была бы такая проблема. Ну я бы не сказал, что вот этот геймплей гораздо более интересный, чем через гиберлинов. Так, давай тебя прибавим немножко атаки вот сюда. Не очень понятно только, зачем он кинул господство. Ну видимо, потому что мог, да? Поэтому и кинул. Чего-то удивляться. Он даже его не блокирует, видите, в силу того, что у нас есть мана на регенерацию. Разрушающий ключ забрал две мои стенки. Летающий. Ну что, сейчас мы еще гиберлина призовем. Так, а что у тебя тут? А, ну да. Угу. Давайте, наверное, гиберлина и обкастуем. Так. Исцеление. До исходной величины. То есть намекает нам на то, что... Это не будет очень быстро, да? Ну, хотя сейчас с гиберлинами дела-то пойдут. Это надо понимать. 42 жизни у нас. Когда у нас еще было 42 жизни? Так сразу и не упомнишь. Тебе вот только, наверное, ходить не стоит в атаку. Хотя, а что бы нет? Можно и тебе сходить. Кого будет блокировать? Ага, и будет блокировать нашего жреца. Ну, не знаю, друзья мои. Я бы не сказал, что стало гораздо веселее, да? С того момента, как я начал использовать призраков. Ну, как бы да. Какая-то свежая новая нотка появилась. Ну, не более того. Возрождение. С половиной исходного здоровья воскрес. Каратасуя. Да. Ну, в общем, здесь с самого начала было понятно, потому как это сражение складывалось, что вариантов каких-то у пчелы нет. Вот еще опыта. Ну, а выиграли-то мы сражение именно на густом воздухе. Да? То есть тоже не нужно обманывать себя какими-то иллюзиями. То есть потащил именно густой воздух. Так, это на север куда-то мы будем продвигаться. А нам надо на юго-восток. То есть, по идее, нам нужно вот сюда, в нижнюю протоку. Причем и вот здесь-то мы могли вроде как уже пойти туда. Бесцветный целитель. Магический резонанс. Герой имеет шанс нанести поедничный урон своему противнику и всем его созданиям, если герои нанесли магический урон. Ну, давай попробуем. Я просто пока вообще не понимаю, что там он будет делать, насколько он для нас страшен. Начинаем со стеночки. Так, кто ты такой? Бесцветный целитель. Такой же отдых. Переход в бесцветный план. Переходит в эфирный план жертвой создания. Здоровье владельца этого создания увеличивается на количество созданий под его контролем. Да, нет, не очень приятная история. Вот уже начал он ему здоровье увеличивать, да? Бесцветный маг. Жертвует один эфирный канал. Герой получает три кванта эфира. Так. Призрак воин пошел у нас. Ну и Гиберлин пошел. Почему бы и нет? Хорошо. Он, по идее, его и блокирует, то пока не может. Ну, мы на всякий случай дадим ему ману на регенерацию. Ой-ой-ой, у него есть ламя-воительница. Ламя-воительница. Но мы можем стенкой ветра, да, ее контрить. Ну, призрак, да, у нас отъехал. А он, ему уже здоровье начали настакивать столько, что там мама не горюй. Ну, тут определенно нам бы голод зашел. А густой воздух не нужен, в принципе. Так, у нас есть канал жизни. То есть, в принципе, на этом можно тоже поиграть, да? Ну, смотрим. Будет он что делать? Здоровье добавляет. Пошел в атаку. Регенерация 2. Так, я понял. Надо оставлять на регенерацию. Гиберлина поднимаем. В атаку отправляем, правильно? Да. И еще ламя, и еще какой-то парень, и еще здоровье. Как мне лениво вот это все читать. Я вам честно скажу. Так, ну это понятно. Это если мы его будем бить, то урон получим вместо него. Это мы знаем эту историю. Так, здесь можем немножко... Можем немножко себе здоровье получить за счет регенерации. Ну, как-то вот так, наверное, да? Надо делать. Угу. По нам не ударили. Это хорошо. Так, ты пошел в атаку. Это тоже неплохо. Гиберлинчик пошел. Нет, ты вот постой как раз. Дожди, а на тебе-то чего висит? А, зеркало. Зеркало висит. Я понял. Но зеркало мы сейчас отменим с тебя. Это вот как раз не проблема. Ну, как-то так, да. Это сейчас что получилось? У меня, по-моему, был эфир. Эфирная мольба. Отдых удаляет весь эфир. Оставшийся у героя противника наносит урон указанному существу или герою равное количество удаленного эфира. Это кто сделал? Вот ты. Ага. Так, я понял. Я понял. 14-7. Это неплохо. И у меня эфира нет. Слушайте, ну нет. Здесь без голода противодействовать этому товарищу как-то мне не очень улыбается. То есть тут и тянуть... По идее, с ним можно бой затягивать. По-хорошему-то, да. На стенках. У меня эфирное возмущение. Это мой союзник. Мы помним, что у меня есть контроль продвинутого уровня. Даже экспертный. Он тут как идет? Начинающий, экспертный. А третий уровень, я не помню, как он называется. Так, ладно. Призраки здесь, я думаю, что не нужны. Голод нужен весь. Голод нужен весь. А теперь давайте подумаем. Вот это тоже не надо. Как-то так. Снимать. Снимать хорошая тема. Это хорошая тема. Нужны ли мне ламии? Я не уверен. Слушайте, по идее, вот такая вот комбинация должна против него хорошо работать. То есть стенки его держат, когда это нужно. Впитывают урон. Плюс у нас есть механизм, когда мы будем призывать уже стену ветра, чтобы сжигать оставшуюся ману. Да, чтобы он не мог мне вот так вот отвечать вот этой обилкой своей подлой, с выкачиванием маны и нанесением урона. Ну, по идее, вот это вот неплохой вариант. Должен быть. Давайте на практике проверим. Логические умопостроения и умозаключения это хорошо, но все проверяется исключительно практикой. Всегда так было, всегда так будет. Эксперимент мирило всему. Ну, погнали. Потихонечку начинать бить. Начинать карты отнимать. Голод. Голод пока не востребован, да? Вот он, да, умеет вот этим вот заниматься. Угу. То есть мне против него, когда вот он есть на поле боя, нужно полностью тратить эфир. Ну, мне нужно стенку тогда призывать. Как раз я весь эфир на нее списываю и гиберлин отправляю в атаку. Нельзя было голод использовать. У меня бы тогда была единичка эфира, с которой бы я просто не понимал бы, что делать. Так, еще одну ламию призвал. Ну, здесь тебя мы убираем. Призываем еще одну шайку гиберлинов. И вот этого отправляем опять-таки в атаку эфира 0. Замечательно. Слушайте, пока выглядит так, что наш план работает. Ага. Накинул зеркало, но мы его же снимем, да, при ударе? Правильно? Наш гиберлинчик при помощи разрушителей чара его тут же легчайшим образом снимает здесь. Можно ламию забрать. Вызвать гиберлинчика и единичку эфира сжечь. Тебя отправить вперед, по идее, мы снимаем зеркало и все у нас хорошо. Урон. Нет, зеркало-то мы снимаем, но урон все равно мы получили. Занятно. Ну все, он, похоже, не знает, как контрить наше колдунство. Наша вот эта вот выдумка. Как говорится, голь на выдумку хитра. Ну вот. Та самая история. Ну и да, а то что, следующий раунд будет последним, если он ничего экстренно не придумает. Странно, что он жизни себе не настакивает, да? При помощи обилки там вот этого под контролем, когда большое количество существ. Ну да, все, до свидания. Бесцветный целитель. Ага, вот он. Сделал. Сделал себе жизни. Ну а что до этого-то? Или не было просто целителя? Угу. Погнал делать, погнал. Вот, смотрите на него. Так, ну ладно. Мы в два гиберлина будем тебя теперь атаковать. Делаем минус ламию. Ну просто, чтобы его контролем было поменьше существ. Мы в этом кровно заинтересованы. Сжигаем эфир. Погнали вперед. Ну, может быть ситуация и близка к патовой, да, сейчас? Семерочку. Нет. Ничего патового в ней нет. Тут главное не торопиться. Сжечь аккуратно весь эфир. Сделать одиннадцатую атаку. Одиннадцатая атака. Елки-палки. Ну и закончить. Все эту историю. Хорошо. Есть. Прощай, целитель. Ты был хорошим соперником. Хоть и довольно-таки мерзким. Бешенство. Все создания противника становятся агрессивными до следующей фазы атаки своего владельца. А для чего нам это надо? Ну, предположим, что я кидаю зеркало, да, на себя. То есть весь урон, нанесенный мне, получает противник. Кидаю бешенство. Видимо, в связке они должны неплохо работать. Получается так. Куда нам нужно? Вниз. Вниз. Идем по протоке. Здесь забираем камень. Здесь не было пламени. Да вроде нет. Показалось, что мелькнуло замерзшее пламя, но нет. Потом оказалось, что не показалось. Не доставало только хаотов. Я уже успела соскучиться по ним. Тут согласен. Их не доставало. Так, стеночка. Стеночка. Физический резонанс. А стенами всегда какой вопрос? Есть ли там какие-то карты помимо стен, да, собственно? То есть, что-то, что может наносить урон. Просто если там только стены, ну, я как бы не против. Вообще не против, если там только стены. Наш Гиберлин скажет спасибо. Ага, вот магический резонанс, да? Понимаю. Огненный шар. Угу. Ну, давай снимем. Ну, понятно. Это, видимо, хаот, который играет... От стенок и от магии, да? То есть, голод мне здесь не нужен. Гиберлин он, да, скорее всего, сейчас убьет. Угу. Ну, ладно, если ему нечем атаковать меня, то я как бы даже и не против. Ждем эфирное возмущение тут. Но мне-то ничего больше и не остается, поэтому... Ну, да, тут он кучу карт разыгрывает толку, правда, от этого никакого. Можем два голода... Кстати, а давайте-ка я проверю. Я давно хотел посмотреть, знаете, на какую штуку. Если я два голода кину в создание 4.8, убью я его или нет? Ну, по идее, должен. Да. Все нормально. Эта тема работает нормально. Ну, и ракурс сменили, да, а то... Стало как-то... Все слишком прилично и обыденно. Угу. Угненный шар, да, опять он сделал. Неприятный ты какой паренек. Сейчас бы его чем-нибудь бы снять. Не приходит ничего, чем можно было бы его снять. Так, ладно. Значит, будем пока получать несколько... Некоторое количество урона. Даже не знаю, убивать ли эту стенку голода. Ну, можно это сделать просто потому, что... Существ там, наносящих урон, нет. Это мы уже поняли. Надо же что-то делать, да? Ну, и пока ждешь эфирное возмущение. Но тут вопрос... Успеет ли он нас пробить огненным шаром достаточно активно? Или все-таки... Или все-таки нет? У гиберлинов он убивает, это понятно. Угу. Ну, где мое эфирное возмущение? Стенки, главное, не трогается. Смотри, какой хитрован. Вот оно пришло. Так, теперь вопрос только в том, как быстро оно будет раскручиваться. И как быстро оно придет ко мне. Ну, пока оно меня избегает, да? То есть... Вот оно только у меня начинается. Ну, по идее, это должно означать, что я выиграю. Если он сейчас из широких штанин не достанет что-то, что нанесет мне прямой урон. А он, по идее, может. Ну, помимо огненного шара. Где мой меч, который снимает заклинание? Да, все, следующий раунд будет для него последним. Ну, и спасибо. Снятие чар подошло как раз вовремя. Главное все делать вовремя. Да. Супер эпичный бой. Противостояние, конечно, за гранью добра и зла. Но ничего. Еще опыта между тем. Камушки собираем. В хозяйстве пригодятся. Полагаю, здесь двух мнений даже на этот счет быть не может. Так, после синтетского создания мне подсунули героя синтета. Теперь вопрос, будет ли после хаотского создания герой хаот. Ну, был бы прикольно, на самом деле. Причем бы и нет. Горячим воинам горячий прием на нашей земле. То есть, да. То есть, да. Хелвард, пожалуйста. Орки-грабители. Любой орк под управлением героя имеет шанс выбить одно заклинание из руки противника при успешном ударе по нему. Кстати, есть амулет-охотница. Мне что-то про него писали в комментариях. Не помню чего, но что-то, что артефакт вроде хороший. Ну ладно, давайте смотреть, что это паренек может. Подойдет ли наша колода, чтобы ему противостоять. У нас, кстати, куча голода опять в руке. Так, 2-5 орк пришел. У нас стенка есть, чтобы тебя блокирует 2-5 орк. Разбивает чары, кстати говоря. То есть, мне нельзя позволять, чтобы он по мне бил этот товарищ. Ладно, вызываем еще одну шайку гиберлинов. Все-таки нет ничего лучше, чем тырить картового оппонента. А вот и цель для нашего голода. Старейшина орков. Ну, что-то пока хаот не впечатляет, если честно. Стенку, да, забрал. Ну, прикольно, конечно, но... Ну, как бы у меня еще есть. А у тебя карты уже нет. О, орк-шаман. Слушайте, а очень странно, что он их вначале не призывал. Между прочим. Вот, чтобы я отметил. Какие-то чары снял, да? Ну, не знаю, это выглядит уже как запоздалая история. Но мне очень повезло, что он вначале не призвал шаманов. Просто у него-то их, смотрите, сколько. А он снял неутомимость с моей шайки гиберлинов. Угу. Опа. Опа. И чары сейчас с меня послетают. И вот он мне начинает наносить урон. Огненный ветер. Ну... И еще карты из руки выбивают. Ну, все бы ничего, приятель. Но вот прям запоздалая реакция. Вот этот товарищ мне определенно мог доставить очень много проблем. Но, видимо, ему ужасно заходили карты. А мне неплохо. Просто здесь, конечно, нужно было играть через карту, которая делает всех его парней лентяями. Ну, так все сложилось, что прям супер. Повышение. Сглаз. Обучаемость. Я хочу контроль. Я хочу стать мастером контроля. Вы когда-нибудь играли через мастер контроля? Хе-хе-хе-хе. Я вот не уверен. Но с той же стенкой, да, как это все потащило. Почему я хочу поиграть через мастера контроля? У меня просто есть инструменты, те же стены, да, вот эти вот. Которые позволяют затягивать бои. Но и тут, смотрите, эфирное возмущение для меня на три хода раньше, позже, а для противника на три хода раньше. То есть я его прям буду уничтожать. Ну, конечно, как бы из глаз хочется. Но я вот все-таки в мастер контроля иду, что-то захотелось. Поэтому вот берем амулет охотницы. Зарядов три, ход активации три, интервал применения три. Охотница два, пять. Первый удар, выстрел охотницы. Запринудительный отдых уничтожает указанное создание силой четыре или выше. Прикольно. Прикольно. Еще бы не забывать им пользоваться, но вы знаете вот эту историю. Так, а вот и... Надо полагать цель нашего путешествия. Сейчас давайте мы ресурсы посмотрим еще по берегам. Ну, давай высаживаться, смотри, что здесь есть интересного. Зачем нас сюда послали? Ваш герой сошел с корабля на берег. Эсмур какой-то товарищ. Я родился под счастливой звездой. Мою скромную лавку посетила сама Мирабель. Не угодно ли благородной героине купить превосходные заклинания? Распродаю за бесценок, пока чума еще не поглотила торговый район. Прикольно. Магическая лаборатория. Есть еще какой-нибудь магазинчик? Есть еще тут Риналдо, пожалуйста. Ага. Так, а мы можем с Эсмуром еще побеседовать. Отдаю, не торгуюсь. Все равно товары пропадут. Мне отсюда ничего не увезти. На юге от торгового района бесчинствует здоровенный хаот. И никому из наших славных героев нет до него дела. Можешь забыть о своем хаоте. Он успокоился навсегда. О, великодушная! О, осмелюсь ли я поднести в дар доблестной воительнице сильнейшие заклинания Измалей Матоки? Великодушная это значит, что она главный специалист. Великая в деле душки, удушения. Как тебя зовут-то? Мирабель не души. Вот так надо полагать это работает. Но на самом деле, если шутки в сторону, да, откинуть, то в дар мы любим заклинания. Зеркало. Два зеркала. Ну и хорошо. Все, больше мы с ним разговаривать не можем. Давайте поглядим, что в лавке. Так. Ледяной панцирь. За два эфира увеличивает на четыре здоровья. Ну, я, если честно, не уверен, что мне надо. Но поскольку ресурсов очень много, давайте я парочку возьму. Так, идем дальше. Свежий ветер. Заплатить икс единиц эфира. Указанный герой получает в руку икс заклинаний. Это тоже неплохо, слушайте. Тоже пару штук я беру. Удар по разуму. Две единицы эфира. Наносит каждому герою по три единицы урона за каждое заклинание. Сверх пяти, находящиеся в его руке. Сверх пяти заклинаний. Ну, вообще, карты, да, надо полагать. Сверх пяти. Я даже и не знаю. Ну, какая-то мутная история, если честно. Опустошающий голод. Цена шесть эфира. Все создания наносят тебе урон, равный собственной силе. Гипотетически, наверное, неплохо. Может придуматься ситуация, когда бы это работало. Просто удар по разуму. Я вот что-то пока и не понимаю. Надо, не надо. Давай одну возьму. Пусть будет. Обновление. Сбросить с руки все заклинания и набрать равное количество заклинаний с чарами и с колдовством. То есть, все карты с братом. Вот тут есть путаница в терминологии, да, возникает. То есть, писали бы все карты. И набрать количество карт с чарами и с колдовством. То есть, без существ. Ну, как-то я не очень понимаю, зачем это надо. В принципе, как это работает, где применимо. Портирование. Каждый герой сбрасывает с руки все заклинания и набирает равное количество заклинаний с созданиями. Ну, вот. То же самое, только наоборот. Ну, это понятно, как бы. В теории это должно смотреться. Вот смотрите. То есть, если противник играет под существ, то мы заставляем сбросить все карты и набрать карты, ну, только карты с заклинаниями. Ну, точнее, ну, там, с чарами и колдовством, да. И наоборот. Если играет тот чар от колдовства, мы заставляем его сбросить все карты и набрать только созданий. Ну, я, если честно, не знаю. Что-то как-то я... Может, я не понимаю всей прелести, как всегда, я этого допускаю, но нет. Пока нет. Возможно, я сюда еще вернусь. Так, еще лавка-то есть здесь какая-нибудь? Да. Звериная башня. Вот. С созданиями. Давайте мы послушаем, что Риналд нам имеет сказать. Любопытно же. Счастлива вновь видеть тебя, благородная Мирабель. Наша первая встреча была спасительной. Линии наших судеб пересеклись вторично. Это сулит удачу. Первая встреча с тобой, благородная Ринальда, стала для меня путеводной звездой. Прикоснувшись к твоей славе, я ощутила в себе новые умения. Благодаря им я спасла главу 16 от заговора, сплетенного коварным хранителем ключей. Заговорщики отдыхают от жизни, а благословенный глава отправился в храм порядка в надежде узнать, как нам спастись от бледной чумы. Счастливо слышать, что глава 16 находится в добром здравии. С тех пор, как он покинул столицу, мы пребывали в неведении между надеждой и отчаянием. Увы, мы все еще не знаем, какими средствами можно бороться с чумой. Ее ядовитое дыхание уже отравило столицу и приближается к торговому району. Еще немного, и нам неоткуда будет взять мелкие домашние заклинания, не то что могущественную боевую магию. Мелкие домашние заклинания, там пожарить яичницу, вот это вот все. При помощи пары квантов эфира. Вечная радость да пребудет с вами, кинеты. Гармония сфер не покинула нас. Четверо высокомудрых служителей храма порядка провели четверо суток в медитации и приоткрыли завесу над тайной бледной напасти. Бледная чума отступит, когда в святилище порядка на северо-восточном острове соединятся в ритуале четыре цвета, четыре эфира, четыре души разных рас. Слившись с душой бледного монстра, они лишат чуму ее ядовитой силы. В сосуде единства уже пребывает преступная душа хранителя ключей. Пусть хоть так заслужит он прощения. С душой отступника кинета соседствует синтетская душа. Ты, о благородный Мирабель, отмечена особым доверием. Тебе предстоит найти души Хаота и Витала. А самое сложное, добыть душу бледного монстра не ниже девятого уровня. То есть мне надо победить героя Хаота, героя Витала и бледного какого-то монстра, бледное создание девятого уровня и выше. И то есть таким образом я получу их душ и смогу закончить вот этот вот ритуал, да? Я добуду ее, благословенный. Особым доверием, говорят, отмечен. Да так скажите, что опять на хрупкие женские плечи взваливаете всю работу. Души героев, немедлий, Омирабель, и отправляйся к святилищу. С упованием передаю тебе сосуд единства. Дверь святилища надежно заперта. Ключ от нее ты найдешь в городе рядом с замком. Травку сразу берем, пока не убежали, пока помним. Так, ну видимо нам что-то передали. А, вот модификаторы появились, да? Душа синтета. Ага, понятно. Душа кинета. Понятно, то есть здесь еще будет три значка. Когда всего будет пять значков, мы сможем продолжить наше путешествие и выполнить вот этот вот ритуал. Ладно, пойдемте в звереную башню заглянем, посмотрим, чем нас там побалуют, порадуют. Речной нимб, единицы эфира летает, эфирный вор за принудительный отдых отбирает у противника две единицы эфира. Морской нимб, четыре единицы эфира отбирает. И болотный нимб, шесть единиц эфира отбирает. Также элементали земли, шесть-шесть, неутомимый, кровожадный, и элементали огня, шесть-пять, первый удар, неутомимый, ожог. Ожог, ожог. Создание, получившее урон от элементали огня, не может использовать способность регенерации до начала следующего хода. Ну, как-то к элементалям, если честно, у меня душа не лежит, а вот нимбы в таком многообразии и в количестве трех намекают, знаете, на что? На то, что вообще-то создатели компании предполагали, что мы будем через них играть. Пока как это делать я плохо себе представляю, есть задумка одна. Но надо сначала на практике попробовать. Скупить я могу, в принципе, по ресурсам я не сильно проседаю, поэтому да, давайте мы берем нимбов. И я думаю, что в следующей серии, сейчас мы поставим многоточие в наших приключениях, а вот в следующей серии мы пересядем с колоды на гиберлинах, она и мне поднадоела, если честно, на нимбов. Наверное, я попробую через них поиграть, ну, подумаю еще на досуге, как это правильно делать. Но я так полагаю, что их можно комбинировать с ламиями, то есть они будут откачивать эфир, тем самым у нас будет эфир от врага, и мы можем быстро призывать ламий. То есть на берегу мне это видится так, как будет по ходу дела, посмотрим, тут что-то загадывать не хочется. Ну и последнее, что бы я хотел в этой серии сделать, это коснуться эфирного источника порядка, посмотреть, что случится. Опыт, ранее потерянный героем, полностью восстановленный, ну, понятно. Травку вот эту еще давайте возьмем, видите, как я с вами не хочу прощаться, вот бегаю, травки подбираю и все такое прочее. А тут вот уже пошла бледная ржа, да, ну и, видимо, мы, проследовав в том направлении, отправимся к этому острову, о котором нам говорили. Нет ли тут еще лавок? Давайте, кстати, пробежимся вот сюда, что ли. Так, это с заклинаниями, тут еще есть травка, тут пристань, да, еще одна, с которой мы высаживались. А если бы я мог подплыть как-то с другой стороны, чтобы этот хаот был жив, чтобы я с ним побился, и у меня сразу все было. Интересно, интересный вопрос. Ну ладно, я полагаю, что это должно быть предусмотрено создателями кампании, и что хаот должен еще мне попасться, так же, как и Витал, и как бесцветная тварь, уровня 9 не ниже. Ну что же, друзья, давайте поставим многоточие. Чувствую я себя не то чтобы очень хорошо, то есть как эмоционально очень хорошо, очень рад, что вернулся к любимому занятию. Но вот голос подводит, я тоже кашлял пару раз, будут купюры на видео. Ну, в общем, не обращайте на это внимания. Жду от вас обратную связь, пишите комментарии, все, постараюсь вернуться к практике ответов на ваши комментарии. Все-таки те комментарии, которые за время моего отъезда были написаны, я их прочитал, но отвечать уж больно их много. Я тогда не летсплей для вас буду записывать, а на комментарии отвечать. Ну, я полагаю, что выход более роликов, новых роликов он более ценен, чем такая практика, такое времяпрепровождение. Ну что же, это был Антиквар, всем удачи и до встречи на канале, пока!